Хорошая идея про 800, но не решает задачу, потому что в 4 машины мы это сумели погрузить. Альфа Васильевич, вы ищите 23 килограмма. Что? 23? Да, 23. Не больше, не меньше. Ну хорошо. То есть, ты мне уступаешь честью читать из числа 823. Да. Или все-таки скажешь, сколько будет? 777. 777, ну хорошо. 777. Сколько их взять? Также 12 штук. Также 12 штук. Отлично. Так, теперь я действительно из каждого вычел, поэтому нужно умножить 23 на 12. Интересно, сколько будет? 676. Альфа Васильевич, а вот... Слушай, я понял, зачем ты делал. Он сделал так, что вот когда здесь сложишь, то уже не получится. Правильно? Давайте посмотрим. Если берешь 3 ящика по 777 и 1 ящик по 676. Давайте посмотрим, сколько это будет. Для этого налогащи 777 умножить на 3. Давайте, как положено, столбом умножаем. 1, здесь будет 3, здесь будет 3, здесь будет 2. Правильно? 2 335 плюс 676. Так, очень интересно, сколько это будет. Смотрите, когда будет складывать, то в конце будет 7, это не страшно, а вот дальше будет совершенно ужасно. Дальше будут 2, 1 ящика и тройка. Это больше, чем 3 тонны. Ребята, он сумел доказать, что 4 машины не хватит. Пожалуйста, все себе запишите этот пример. Иксан Васильевич. Пример немножко пристрянный. Да что ли? Там можно было бы читать даже меньше чем 23, 22 и 2. Сейчас посмотрим. В чем идея боли? Он немножко уменьшил вот эти вот по 800 килограммов, но так, что по-прежнему 4. Кстати, я это забыл проверить, но, наверное, все понимают, да? Если возьмете 4 раза по 777, то не получится, да? Потому что 2331 плюс 877, это намного больше, чем 3000. Понятно. Понятно. 4 не влезают, значит, влезает только по 3. То есть, если 4 машины, то придется грузить так, и все получится. Так, а почему 5 машин обязательно хватит? Так. Смотрите, вы решили половину задачи. Мы поняли, что 4 машин может не хватить. Теперь вопрос, почему 5 машин всегда хватит? Я уверен, что их не хватит, но нужно же это решить, указать. Александр Семенович, упорядочим по весам наш груз, упорядочим. Да. И будем класть тот ящик, что больше. Да. По порядку машин. Куда лезет, если не лезет, то ходим. Да. Если не лезет, то в следующую машину. Да, дальше. Теперь, пусть, начиная с некоторого веса, x, у нас начались проблемы. То есть, общий вес, который мы уже положили туда, это 3 минус 6. Все намного легче, чем гигант. Почему 5 машин всегда хватит? Вы не знаете, какие массы. Вы должны придумать при любой системе. Есть просто 10 тонн в виде контейнеров. Известно, что тяжелее одной тонны контейнеров нет. Я не знаю, что 5 машин может не делать. Да. А я саду, если еще 10 тонн? Да. 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 Они в 5 машин совершенно замечательные. Попробуем. Но сколько мы, естественно, приводили примеров для того, что 5 машин достаточно, вам нужно доказательства. Общее доказательство. Да. Александр Ильич, отпихаем, что это самый тяжелый, куда лезет. Да. Ну вот, от первой до последней машины. Да. Теперь обозначим за x массу контейнера, который первый не влез. Да. Тогда 3 минус x умножить на 5 меньше, чем 10 минус x. Да. Решаем, то есть x больше, чем... А почему от этих 4 нам еще не китали? Потому что мы сумели привести пример. Конкретный набор ящиков, вот там написано, когда стоит, всего 13 ящиков. Из них 12 по 777 килограмм и один ящик по 676. А там, где 800, там в 4 машины. Вполне все это поместилось. Написано как. Значит, это ответ на задачу? Нет. Значит, мы решили половину задач. Мы показали пример, когда 4 машины недостаточно. Когда нужно заказывать 5 машин. Вот сейчас вопрос такой, а 6 машин нужно? Или все-таки всегда хватит 5 машин, будем загружать их по очереди? В первую машину будем грузить, грузить, грузить до тех пор, пока можно. Когда уже получается переполнение, этот контейнер будем уже во вторую машину и так далее. Тогда в первую машину войдет не меньше, чем в 5 тонны. Потому что если там меньше, чем в 2 тонны, то следующий контейнер можно загрузить обязательно. И в следующую не меньше, чем в 2 тонны. И в следующую. И таким образом у нас будут машины, 4 штуки. И если у нас не погрузилось все, если еще остались, то в каждой из них будет минимум по 2 тонны. Понимаете ли? Просто если у нас 5 машин, и в каждую минимум по 2 тонны, это значит уже минимум 10 тонн вы погрузили. То есть не нужно придумывать какую-то систему, куда что грузить. Просто берете любой контейнер и смотрите, куда-нибудь он входит в какую-нибудь из машин или нет. Потом следующее. Просто пытаемся произвольно хоть куда-нибудь. И вот если в какой-то момент выислилось, что уже никуда нельзя, это значит, что в каждой из 5 машин хотя бы по 2 тонны есть. Ну, значит уже 10 тонн вышли. Так, все понятно? Да. Так, теперь смотрим на пример, который нам Коля сказал. 12 ящиков по 777 и 1 по 676. Скажите, пожалуйста, а нельзя ли было все-таки что-то попроще? Вот как вы считаете, нельзя было просто взять все ящики одной массы? Ну, 1 по 6. Сколько ящиков взять, чтобы все было по сути так же? 10 ящиков по 877. Нет, не 10. А если 8? Да? 12. А если 5? 2, 2, 2, 2, 2. Не то. Сосимович, смотрите, вместо 23 можно было написать? Нет, слишком сложно. Надо, чтобы нельзя было умести на 4 машинах. Да? Ну, ящиков по 2 тонны. Что? 5, ящиков по 2 тонны. Нельзя, чтобы 1 ящик будет больше чем 2. Так, по условию задач ящиков больше чем 2 тонны вообще не бывает. 12 ящиков по 700 килограмм. 12 ящиков по 700 килограмм. И это вместе будет 10 тонн? Ну, 10 тысяч рублей по 13. 13 ящиков. По... Каждый по... По сколько? 10 тысяч рублей по 13. По 10 тринадцатых тонн. Ну, хорошо, пишу. И вас прошу, что-то писать. 13 ящиков, каждый из которых весит 10 тринадцатых тонн. Давайте разбираться. Можно ли в машину поместить 3 таких ящиков? 3 умножить на 10 тринадцатых. Это сколько? 30 тринадцатых. 30 тринадцатых. 4 тринадцатых. Ну, во всяком случае, это меньше, чем при тонны. Правильно? Хорошо. Хорошо. А 4 умножить на 10 тринадцатых сколько будет? 40. 40 тринадцатых. Ребята, 40 тринадцатых это, между прочим, 3 тонны и 1 тринадцатая. И не важно, что это 1 тринадцатая, важно, что это больше, чем 3 класса. Если берете 13 одинаковых ящиков, каждый из которых весит 10-13, то 4 ящика в одну машину не будет. А значит, придется грузить максимум по 3 ящика, а 3 плюс 3, плюс 3, плюс 3, плюс 3, это всего лишь 12. Это меньше, чем лучше. Это меньше, чем у нас.